Очень часто складывается ситуация, что модулям приходится взаимодействовать между собой. Это относится как к ситуации, когда вам в вашем модуле нужно взаимодействовать с функционалом из другого модуля, например главного модуля или модуль инфоблоков, так и к ситуации, когда сторонние модули взаимодействуют с вашим. Существует два основных способа взаимодействия со сторонним модулем. Это использование API стороннего модуля. Прежде чем начать использовать методы API стороннего модуля, вы должны подключить модуль инструкции includeModule класса bitRiskMainLoader в качестве параметра указав ID модуля. Причем данный метод подключит модуль, если он еще не был подключен. Повторного подключения, если модуль был ранее подключен, не произойдет. Метод возвращает true, если модуль подключен, неважно сейчас или ранее. Или false, если не удалось подключить модуль. Как правило, это значит, что он не установлен. Поэтому вы должны проверить, какой результат вернет includeModule. И только в случае успешного подключения выполнить API методы подключаемого модуля. В противном случае вы можете на свое усмотрение обыграть ситуацию, например, вывести предупреждение о неподключенном модуле. Второй способ взаимодействия со сторонним модулем – это использование событий, которые предоставляет сторонний модуль и регистрация на эти события своих обработчиков. Например, в случае модуля инфоблока вы можете зарегистрировать обработчик на добавлении элемента инфоблока. Прошу обратить внимание, что работа с событиями на уровне модуля не предусматривает использование файла init.php. Регистрация обработчика должна производиться один раз при установке модуля, а при удалении модуля вы эту регистрацию должны снимать. При установке модуля в методе installEvents мы с помощью данной конструкции регистрируем обработчик события, а в методе uninstallEvents мы снимаем запись о регистрации обработчика. Собственно, это два основных подхода взаимодействия с другими модулями. При этом предполагается, что разработчик стороннего модуля позаботился о возможности взаимодействия со своим модулем. Если же у стороннего модуля нет публичного API, нет событий, у вас не получится построить взаимодействие. Продолжение следует...